В квартирах сыро и темно. В таких условиях уже не первый год живут обитатели нескольких многоэтажек в селе Васильевское Серпуховского района. Кровли текут. В квартирах плесень и грибок. Электропроводка держится на честном слове. Обслуживающая дома управляющая компания со своими обязанностями не справляется. Жалобы в районную администрацию результатов не приносят. Развитие темы в репортаже Маргарита Кирикович. Вот так сегодня выглядит прихожая в квартире семьи Тимохиных, которая проживает на втором этаже. Надежной крыши над головой у людей нет. Кровля постоянно протекает. Девятые, десятые дома уже, как говорится, промокли насквозь. Семь лет уже мы мучаемся. Когда сходит снег, у нас здесь поток. И сейчас замыкает. Я многодетная мама. Самому маленькому ребенку три года. Очень сильно болеет. На данный момент на уколах. От сырости. У меня все стены в грибках. Все углы. Ванна черная. Зимой у нас очень холодно. Невозможно ни мыться, ни в туалет ходить. Жители недоумевают. За что им такое наказание в лице управляющей компании службы заказчика? Коммунальщики Серпуховского района со своими обязанностями не справляются. Подъезды не ремонтируют, швы домов не промазывают. В очередной раз об этом люди говорили накануне на встрече с руководством управляющей компании. Говорили, что все свои проблемы, что течет везде. Ничего не ремонтируется, ни крыши, ничего. Нам зачитали, что в Васильевске ни одного дома ремонта в этом году не подлежит. Каждый месяц платим. Только пенсию получили, заплатили и все. Светом все к нам хватило. Свет сами включаем, все, лампочек все покупаем сами. Ремонт один раз сделали и все. Его за 28 лет или 29. Сами. В трехэтажках Серпуховского района в основном живут пенсионеры, бывшие доярки и механизаторы. Возможно, еще и из-за своего возраста обитатели домов терпимо относятся к бытовым неудобствам уже в течение шести лет. А вот Анатолий Зубрин, который переехал в Васильевске не так давно, мириться с проблемами не собирается. Второй год у меня же такая фигня. В том году они вроде что-то починили. Ну, снег пошел опять. Пожалуй, без жителей 10-го дома сюда приезжала жилищная комиссия, которая и оценила нанесенный семье ущерб. Потраченные на очередной ремонт деньги в сумме 160 тысяч Анатолий Зубрин надеется вернуть через суд. Субтитры подогнал «Симон»